Ежегодно в 3 воскресенье мая во всем мире проводится Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско группой людей, лично затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. День памяти имеет долгую историю, наполненную переживаниями, потерями и надеждой на то, что человечество непременно победит эту болезнь. Казалось бы, много лет назад диагноз СПИД звучал приговором. Сегодня, благодаря достижениям современной медицины, ВИЧ-положительные люди имеют возможность сохранить качество жизни на долгие годы. Мы в 41-й раз отмечаем Международный день памяти умерших от СПИДа. Когда начиналось это мероприятие впервые в Сан-Франциско в 1983 году в США, тогда было несколько тысяч заболевших ВИЧ-инфекцией. А сегодня мы констатируем, что в мире более 40 миллионов живет с этим заболеванием и более 40 миллионов умерло от этого коварного заболевания. Поэтому мы сегодня проводим этот день. Третье воскресенье мая отмечается во всем мире, в более 100 странах всего мира. И мы сегодня собрали, в первую очередь, нашу молодежь, чтобы сказать, как защитить себя от этого коварного заболевания, как вести себя правильно. Потому что мы говорим, что если употребляешь наркотики и ведешь рискованное сексуальное поведение, это прямой путь к СПИДу. Поэтому мы сегодня тоже говорим на нашем мероприятии для них, чтобы правильно думали о своем поведении. День памяти – это еще одна возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению болезни. Это напоминание всем о том, что никто не застрахован от ВИЧ-инфекции. Показать всем реальную близость опасности и объяснить каждому, как это избежать. А главное – вспомнить тех, кто умер от этой страшной болезни. Елена, 36 лет. Микошевич. Незащищенные сексуальные контакты. ВИЧ-инфекция не лечилась, умерла. Владимир Дрогичин, 49 лет. Беспорядочные связи. Умер от ВИЧ-инфекции. Олег Брест, 35 лет. Сексуальные контакты с мужчинами. ВИЧ-инфекция умер. И таких людей миллионы. Сегодня, чтобы узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование. Для участников мероприятия была предоставлена уникальная возможность сделать это. У площадки театра эстрады был установлен мобильный пункт в машине скорой помощи, где врачи анонимно с помощью экспресс-теста через 10 минут выдавали результат о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции. В настоящее время надо очень громко говорить об этой проблеме, потому что СПИД – это очень страшная болезнь. И очень малый шанс того, что люди могут выжить. Я сегодня сделала тест, и я просто захотела убедиться в том, что у меня нет этой болезни. Это важная проблема, которая требует какого-то внимания, потому что все-таки, если ты болеешь, что это смертельно опасная болезнь, то есть не так страшно пройти этот тест. То есть проходишь раз в год или два, раз-два, и точно уверен, что ты здоров, то есть то, что с тобой ничего не случится, с этой болезнью, то есть это, как я считаю, полезно. По завершению мероприятия все неравнодушные присоединились к параду под девизом «Любовь и солидарность во имя исцеления и памяти» и пустили на воду кораблики как символ о вечной жизни. Продолжение следует...